Довольный его ответом, девочка была рада, что ему понравилось печенье, в то время как мальчик смотрел на нее. Заинтересовавшись его взглядом, девочка спросила, что случилось. Мальчик объяснил, что в день, когда погода была идеальной для свидания, он ел сладости, приготовленные любимым человеком, и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Тем временем рейнджеры вступили в ожесточенную схватку с солдатами общества зла, спустившимися со скалы. Когда Фидо похвалила девочку за ее красоту, ей стало трудно с этим справиться. Смутившись, она попросила его перестать пялиться на нее, упомянув, что она к этому не привыкла. Фидо нашел ее реакцию милой и подошел к ней, сказав, что хочет попросить о серьезном одолжении. Ссылаясь на свои исследования, он предположил, что пары должны держаться за руки и предложил им попробовать это сделать. Удивленная девушка сказала, что еще слишком рано, так как это было всего лишь их третье свидание. Федо с юмором привел статистику, сказав, что на втором свидании они часто держались за руки. Несмотря на свое удивление, девушка медленно протянула руку. Их интимный момент был прерван появлением синих рейнджеров, из-за чего Фидо и девушка приняли боевую стойку. Ситуация развивалась по мере того, как всплывали запретные отношения между Фудо Ойковой и Досуми Магахарой. Став свидетелем неожиданного союза, синий рейнджер решил, что ему ничего не остается, как доверить это рету. Во время встречи Фудо и Досуми взялись за руки, что было сочтено смелым шагом в их отношениях. Размышляя об этом событии, Досуми записал этот момент, показав, что переплетение пальцев было продвинутым шагом в их отношениях. Фудо дорожил началом их уникальной связи. Недели ранее Джелата Файв готовился к встрече. Придя в их зал, чтобы встретиться с профессором Большим Джелата, они обсудили появление принцессы Жнеца, могущественного бойца Геккона. Команда Джелата, осведомленная о заговоре Геккона о мировом господстве, была предупреждена о необходимости осторожного взаимодействия с принцессой Жнецом. Реагируя на чрезвычайную ситуацию, пятеро Джелата поспешили в парк, где столкнулись с монстром Гекконом, колверином, медведем и принцессой Жнецом. Команда, известная как Джелата Файв, у которой есть красное мороженое, розовое мороженое, желтое мороженое и зеленое мороженое, продемонстрировала свои способности в борьбе со злодеями. Несмотря на трудности, они одержали победу, заслужив похвалу зрителей. Фуда, встретившись лицом к лицу с принцессой Жнецом в поединке высокого уровня, решил сосредоточиться на ней, одновременно инструктируя своих коллег, как справиться с медведем. Когда битва разгорелась, медведь неожиданно потерпел поражение. Принцесса Жнец признала мастерство Фуда, выразив восхищение тем, кто смог с ней справиться. Она пообещала встретиться снова. Когда она ушла, Фуда остался как загипнотизированный. Сцена переместилась в штаб-квартиру Джелата, когда Фуда выполнял свои обычные упражнения, и профессор Джелата подумал, что утром он сражается, а днем тренируется. Поскольку он был образцом для подражания для всех героев с работой, поскольку он постоянно делал упражнения без перерыва. Профессор Джелата спросил Фуда, есть ли у него какие-либо проблемы. У него есть что-нибудь на уме, на что он ответил, что у него что-то на уме. Профессор думал, что он, вероятно, размышлял о проблемах мира во всем мире или, возможно, о природе справедливости. Но к его удивлению, Фуда сказал, что он думал о женщине, которую любил. Это сильно шокировало Джелата, так как он спросил, не влюбился ли он в кого-нибудь, на что тот согласился, сказав, что это была любовь с первого взгляда, так как до сих пор он никогда не был влюблен. Джелата спросил и рассказал ли он ей об этом, на что он ответил, что он герой, и они с ней живут в двух разных мирах, за что Джелата ударил его. Он сказал, что герой не может влюбиться, потому что он был человеком, как и все остальные, и он должен сказать ей, и это в порядке вещей. Феодал спросил, уверен ли он, на что он ответил утвердительно. Любовь привела его к следующему этапу его жизни, когда он взял на себя ответственность за все, что произошло, а затем ушел. Джелата подумал, что он всегда считал свою целеустремленность в бодибилдинге печальной, но было приятно видеть, что у него горячая кровь. Он задавался вопросом, что это могла быть за женщина, которая украла сердце Фидо, поскольку он неправильно понимал ее как медсестру с тех пор, как ему тоже нравились медсестры. На закрытой фабрике Фидо встретил принцессу Жнецов, которая сказала ему, что была удивлена его приглашением на это мероприятие, но он этого не сделал, пришлось объяснять. Так как она знала, что он хотел продолжить с того места, где они закончили. К ее удивлению, поскольку Фидо ничего не предпринимал, он сказал ей, что влюблен в нее, что сильно расстроило принцессу Жнецов. Потрясенный услышанным, принцесса Жнецов спросила, не сошел ли он с ума, ведь они были смертельными врагами. На что Фудо ответил, что он получил разрешение профессора Биг Джелата. Принцесса Жнец сказала, что он ни за что бы этого не позволил, но услышав, что он уже получил разрешение, она разозлилась, поняв его игру. Она знала, что он поймет, что у нее нет опыта в таких вещах. И он дразнил ее, используя это как предлог за то, что выбил ее из игры. Она воспользовалась своим оружием, чтобы сбить его с ног, а его Фидо едва успел увернуться. Принцесса Жнецов сказала, что он заплатит за это, и никто никогда не сможет полюбить ее. Товарищи Досуми думали, что ее любимым блюдом было сырое медвежатина, но Фудо поправил их, сказав, что она любит блинчики и макароны. Фудо опроверг слухи, объяснив, что он изучил ее лайки в социальных сетях и уточнил, что комментарии от Проутинмен принадлежат ему. Заверив ее, что она не машина для убийства, Фудо увидел в ней реального человека. Удивленный Досуми спросил, откуда он это знает, и Фидо признался, что проводил свое исследование. Убежденный в этом, Фудо искренне увидел ее, когда Досуми упала, и Фидо признался в своих чувствах. Несмотря на то, что они были врагами, Фидо верил, что у них все получится, и попросил ее стать его девушкой. Досуми, поначалу колебавшаяся, согласилась, раскрыв свою истинную личность. В настоящем она предупредила Фидо, чтобы он держал их отношения в секрете. Наслаждаясь обществом друг друга, они надеялись, что наступит день, когда они смогут открыто рассказать о своих отношениях. Когда появилось желтое мороженое, потрясенный Досуми случайно вырубил Фидо. Обеспокоенный, Досуми надеялся, что они встретятся снова, возможно, послезавтра, когда герой и боец тайного общества отправятся в свое запретное любовное путешествие. Сцена переносится на шесть месяцев назад, когда рейнджер и Джилата были отброшены назад сильной принцессой-жнецом. Фудо вступил с ней в бой на высокооктановом уровне, и когда драка усилилась, принцесса-жнец похвалила его, заявив, что он был крепче, чем предполагали слухи. Загипнотизированный ее внешностью, Фудо уставился на нее. В данный момент на вертолете репортеры транслировали текущую битву между Джилата Файв и Гэкоу, подчеркивая, что герои сражаются за мир в своем мире. Красный Джилата и принцесса-жнец встретились лицом к лицу, обмениваясь знаками для дальнейших действий. Когда Фудо моргнул, они перенесли поединок в другое место. Успокоившись, Фудо спросил Досуми, почему им кажется, что они находятся немного дальше, чем обычно. Досуми извинилась, заявив, что для нее это нормально. Когда Фудо подошел к ней, Досуми сказала ему не делать этого, из-за чего Фидо неправильно понял и подумал, что его отвергли. Досуми объяснила, что все было не так, просто она была очень активна в тот день и, вероятно, от нее пахла. Фидо нашел это милым и подошел к ней, поклявшись никогда не покидать ее, независимо от того, как от нее пахло. Смущенная, Досуми удивилась, почему он такой бесчувственный и выразила свое отчаянное желание быть с ним. Фудо, в свою очередь, сказал, что никогда не встречал никого более очаровательного. Он кликнул несколько ее фотографий, выражая свою любовь к ней, когда она злилась. Суми остановил его, сказав, чтобы он прекратил фотографировать, так как он не сможет поделиться ими, если будет использовать такую камеру. Они сделали снимок на смартфон, и когда подошли ближе, их сердца сильно забились, когда они осознали, что стали намного ближе, чем когда-либо. Фудо осознал волшебство камеры и то, что она пахла лучше, чем он думал. Пока он делал снимок, принесли желтое мороженое и объявили, что они закончили свою работу, оставив Фудо в шоке, не зная, что делать дальше. Желтое мороженое спросило, победила ли Фудо принцессу Жнецов, и Фудо похвалила Суми за ее хороший поступок. Фудо попыталась извинить ее, предложив им уйти, но она упомянула, что телевизионная станция запросила интервью, прежде чем они уйдут. Во время интервью репортер спросил Фудо о победе над принцессой Жнецов и о том, что он к ней чувствует. Фудо сказал, что не было никого похожего на нее, поделившись своими первыми чувствами, когда он встретил ее. Смущенная принцесса Жнецов изо всех сил старалась сохранить самообладание. Репортер поинтересовался, была ли она для него примером и незаменимым соперником в его развитии. Фудо признала ее значимость. И когда его спросили о том, есть ли у него девушка, Фудо хотел сказать, что есть и что она здесь. Однако желтый рейнджер прервал его, заявив, что у Фудо никогда не будет девушки из-за его одержимости бодибилдингом. Репортер посетовал, что это пустая трата времени, учитывая то обаяние, которым Фудо обладал для многих поклонниц. Мисаки предположила, что он мог бы узнать больше о женском сердце. Они даже в шутку упомянули о приеме заявок на свидание с Реттом, с подробностями в описании. Интервью закончилось, и Фудо обратилась к Туми, которая была недовольна популярностью Фудо. Фудо заверил ее, что она для него единственная девушка, и он сделает для нее все, что угодно. Затем Досуми спросила, не пригласит ли Фудо ее на настоящее свидание, выразив свое желание получить романтический опыт. Фудо согласилась, и они договорились встретиться в Центральном парке на следующий день в 5 часов. До Суми ушла, взволнованная предстоящим свиданием, в то время как Фудо была в шоке, не зная, что делать на настоящем свидании. Ночью на базе Фудо искала в интернете идеи для свидания, чувствуя себя сбитой с толку. К нему зашел Висуки и стал дразнить его за то, что он занимается исследованиями в области мышц, и Фудо объяснил ему свою дилемму, связанную с планированием идеального свидания. Висуки посоветовал ему, что нет никаких правил и что он должен сосредоточиться на том, что ему нравится. Фудо почувствовал просветление, осознав, что кажущаяся непреодолимая стена в его сознании начала рушиться, и он узнал правду о свиданиях. Сцена переместилась на следующий день в парк, где Фудо, одетый в свои обычные брюки, нервничал перед тем, как пойти на свидание. До Суми пришла в повседневной одежде, и Фудо был загипнотизирован ее внешностью. До Суми выразила смущение и нервозность по поводу официальной встречи. Фудо задавалась вопросом, способна ли она сделать что-нибудь невозможное. До Суми похвалил маскировку Фудо, и Фудо объяснил, что если не считать очков и прически, это был его обычный костюм. Когда До Суми спросила, что они будут делать в этот день, Фудо заверил ее, что он все спланировал заранее. Фудо направил До Суми в тренажерный зал, где они удивили людей упражнениями, которые выполняла их пара. Они перешли к бегу, и Фудо понял, что тренировки, которые он так любил, могут доставлять такое удовольствие, когда они проводятся с кем-то еще. Сидя на скамейке, Фудо спросил, не проголодался ли До Суми, и предложил перекусить. Бен задал необычный вопрос о том, какое насекомое было бы самым сильным, если бы оно было гигантским. До Суми извинилась и сказала, что ей нужно в туалет. Фудо, довольная тем, как хорошо прошло свидание, предвкушало следующее мероприятие на выставке «Автономия человека». Его размышления были прерваны звонком Мисаки по рации, которая посоветовала ему, что можно и чего нельзя делать на свидании. Потрясенный, Фудо осознал свою ошибку, которую он неправильно понял, и понял, что это было не настоящее свидание. Извинившись, Фудо пообещал организовать свидание, которое понравится До Суми. «Я отчаянно ищу ее». Он не мог найти До Суми и был на грани слез. Внезапно До Суми вернулась и объяснила, что задержалась с покупкой напитков. Ей понравились закуски, и она спросила о вопросе Фидо, о самом сильном насекомом. Хотя Фидо и удивилась, но объяснила. До Суми смеялась над любым проявлением гнева, высоко оценивая усилия Фидо по планированию свидания. Она успокоила его, выразив удовлетворение просто тем, что была с ним. Тронутый ее пониманием, Фидо вспомнил, как она положила начало их отношениям и как они сблизились. Этот момент был прерван звонком, и они пообещали встретиться снова. Тем временем на поле боя рейнджеры сражаются с обществом гекконов. Фудо и До Суми, погруженные в свои мысли, были допрошены товарищами по команде о том, что их отвлекало во время боя. Сцена начинается с того, что профессор Джилата и Мисаки играют в карты, и Фидо совершенно не понимает, почему мир лучше всего. Никто не хочет воевать, если в этом нет необходимости. Однако, если он не будет сражаться, он не сможет увидеть Думи. Из-за того, что он не высыпался по ночам в течение нескольких недель, у него серьезная ломка от Думи. Поскольку он не знает, что делать, он должен что-то предпринять. Внезапно сработала сигнализация, сигнализирующая об обнаружении нового оружия, разрабатываемого в штаб-квартире Геккоу. Команда должна была проникнуть внутрь и уничтожить эту новую угрозу. Джилата и Мисаки выразили обеспокоенность, посчитав это опасным и почти самоубийственным. Профессор Джилата решил, что кто-то должен уйти, так как Грин Джилата был в отпуске, а другие были заняты. Фидо и Мисаки вызвались добровольцами, но Фидо настоял на том, чтобы пойти, побудив Джилата поддержать его, полагая, что он знает, что делает. На базе Геккон подчиненные сплетничали о том, что принцесса Жнецов пребывает в убийственном настроении. Однако Досуми была в агонии из-за того, что не видела Фуда в течение двух недель. Задаваясь вопросом, когда же они снова сразятся с героями, ее подчиненные неуверенно поклонились. Досуми, сбитая с толку, подумала, что ее гороскоп был плохим, а Лео не повезло больше всех, и в качестве счастливого предмета она получила симпатичный мешочек. Медвежонок Каливер показал свое новое опасное оружие, планируя победить героев. Удивленная Досуми раскрыла свое оружие, спрятанное в замаскированной сумке, оставив подчиненным все. Зайдя в переулок, Досуми усомнилась в своей пригодности для такой жизни, но заметила Фидо, смотрящую на нее из вентиляционного отверстия. Фидо подошла к ней, держа ее за руку и выражая радость от того, что нашла ее. Досуми была довольна, но осторожничала, ведя Фидо в ее комнату. Фидо была в восторге, увидев ее гримерку, и они решили поиграть в карты, несмотря на опасность. Тем временем на базе Джелата профессор Джелата терпеливо ждал какого-либо знака миссии, доверяя Фидо. Пока Фидо и Досуми наслаждались своим временем, второй подчиненный просматривал информацию, побуждая Туми спрятать Фидо. Подчиненные заподозрили присутствие мужчины, но Туми отмахнулся от этого как от разыгравшегося воображения. Туми извинился перед Фидо, но ему стало неловко, когда она села на него верхом. Внезапно в ее комнату вошел медведь. Туми спряталась в шкафу, но забыла выйти, заперев себя и Фидо внутри. В замкнутом пространстве Фидо с трудом дышал, и они поняли, что у него что-то на лице. Голый и подозрительный обнаружил что-то в шкафу. Фуда, вытащив что-то, показал нижнее белье Досуми, что привело к смущению и пощечине со стороны Досуми. Фуда случайно вылетел из шкафа, сбив медведя с ног, запустив запуск нового оружия, уничтожив базу и сигнализируя об успехе базы мороженого. Они отметили достижение Фидо в уничтожении базы. После инцидента, находясь вдали от базы, Фуда извиняется перед Досуми за то, что просто так зашел, на что Досуми говорит, что это она должна извиниться, так как он проделал весь этот путь, чтобы увидеть ее, а она его не заметила. Досуми замечает порез на своей щеке и накладывает повязку на его лицо, за что Фуда благодарит ее и делает комплимент ее милой сумочке, говоря, что она выглядит на ней идеально. Он упоминает, что жалел, что не подумал об этом раньше, и дает ей свой номер телефона, радуя Туми, которая выражает радость по этому поводу. Идея о том, что мы можем поговорить в любое время. Туми странно спрашивает, можно ли ей позвонить, и Фидо находит ее просьбу милой. В женском общежитии тайного общества Туми очень нервничает, когда звонит ему, и в конце концов звонит Фидо, но его выбирает мать, что сильно шокирует Досуми. Они разговаривают, и Фидо просит мать купить ему смартфон, на что Досуми соглашается. Басин переезжает на базу Геккон, где руководители собираются на очередное совещание во главе с верховным лидером Бослером. Признавая успехи тайного общества в использовании негативной энергии, Бослер подчеркивает неизбежность рождения их главного призрачного монстра. Тайное общество манипулирует человеческими эмоциями, чтобы создавать монстров, продвигая свое стремление к мировому господству. Бослер ищет совета по будущему производству энергии, и дискуссии вращаются вокруг выбора следующей цели. Принцесса зверей предлагает разрешить героям сражаться, но командир отвергает эту идею, подчеркивая, что целью встречи является выбор цели. Стальная принцесса просит больше времени, в то время как принцесса жара делает неуместные комментарии. Принцесса жнецов предлагает различные направления, расстраивая Бослера, пока медведь не предлагает парк развлечений, одобренный командиром. Досуми в восторге от этого решения. Фидо, вспоминая разговор с Досуми о посещении места для пары, получает ее сообщение и понимает, что их мечта сбывается. Тем временем профессор Джилата и Мисаки озадачены действиями Фуда. Мисуки планирует раскрыть секрет Фуда в воскресенье вместе с Хару. В воскресенье они наблюдают, как Фуда играет с детьми, и Мисуки полна решимости выяснить, что он скрывает. Тем временем медведь прячется в тени, задаваясь вопросом, почему герой здесь. Досуми встает и бросается к ним, что заставляет медведя назвать ее глупой за то, что она не знала, что они там были. Фидо переодевается в свой костюм и очень рад видеть Досуми. Медведь, однако, нападает на Туми, и Мисуки спрашивает, знает ли Фидо, что они нападут. Хару уверяет ее, что Фидо ничего не скрывает. Мисаки и Хару переодеваются в свои костюмы, чтобы помочь Фидо. Пока Фидо просто хочет приятно провести время с Досуми, начинается битва. Пока они выбирают место назначения, Фидо и Досуми весело проводят время в тематическом парке, наслаждаясь различными аттракционами. В карете Досуми упоминает, что от каботажных катаний его укачивает, и Фидо признается, что до сегодняшнего дня не знал об этом. Они держатся за руки и наслаждаются моментом знакомства друг с другом. Поскольку битва, кажется, закончилась, Досуми предлагает им вернуться, понимая, что они, возможно, перешли черту в парке аттракционов в страшном месте. Сцена начинается в школе, куда Досуми вызывают ее друзья. Ака Асуми Магахара – принцесса-жнец, девочка-подросток, которая скрывает свою злодейскую сущность, чтобы посещать старшую школу в городе. По дороге, когда они обсуждают посещение караоке, Досуми отрицает это, говоря, что у нее есть работа, из-за которой ее дразнит, называя трудоголиком. Одна подруга дразнит ее, говоря, что таким образом у нее никогда не будет парня. Охваченная этим, Туми пытается уклониться от вопроса, который задают ее друзья, не влюблена ли она в кого-нибудь. Другой друг упоминает, что видел красное мороженое с девушкой, и Туми в полном шоке. Когда она убегает, она плачет. В ресторане Фудо спрашивает, почему она редко приглашает его куда-нибудь, за что Хару приносит извинения. Когда Фудо спрашивает о причине, Хару нерешительно думает о том, что она не может перестать думать об этой фотографии и о том, является ли девушка рядом с ней его девушкой. Но действительно ли это нормально, что она спрашивает о его личной жизни? Фудо неправильно понимает это, за что показывает ей книгу о росте мышечной массы и протеин для восстановления организма. Хару говорит ему, что хочет спросить об этой фотографии, на что он отвечает, что у него там тоже есть фотографии. Хару признает, что она была идиоткой, когда поверила, что у него появится девушка. Сцена меняется, когда пятеро мороженщиков сражаются с медведем. Когда Фудо и его коллеги начинают драку, Фудо пытается противостоять принцессе жнецов и подает сигнал Досуми, что они должны координировать свои движения. Но к его удивлению, Досуми в гневе наносит ему мощный удар. Фудо выброшен из игры, так как он думает, что опоздал с выбором времени и говорит ей переехать в другое место, что она отрицает, выпуская на волю вихрь жнеца. Фудо напуган и думает, что никогда не видел этого нападения, которое уносит его в здание. Фудо спрашивает, что с ней не так, за что Цуми бьет его кулаком, говоря, что видела его с девушкой в ресторане. Фудо говорит, что все совсем не так, и она все неправильно поняла, когда учила ее бодибилдингу. На что Досуми говорит, что она знает это, как и то, что она лучше, чем кто-либо другой, знает, что он никогда бы ей не изменил. И все же, когда она увидела их вместе, в ней вспыхнула эта отвратительная ревность, и она поймала себя на мысли, что, возможно, ему не место среди таких отверженных, как она. Когда Фудо говорит, что она самая девчачья девочка на свете, Досуми смущается и кричит, что она никогда не была таким человеком. Беспокоится о таких вещах. Когда она указывает на Фудо, она кричит, что любовь сделала ее слабой, а свидания с ним сделали ее слабой и жалкое подобие женщины. Фидо сожалеет об этом, говоря, что она не слабая, потому что она перегибает палку с ним. Когда удар Досуми останавливается рядом с Фидо, Досуми говорит, что возможно она не создана для любви и плачет на взрыв. Фидо смущает ее, обнимая и говоря, что он тоже довольно неловкий, но как только он принимает решение, он доводит дело до конца и он любит ее. Ей и никому другому до конца своей жизни. Когда он просит ее присоединиться к нему в этом, Досуми говорит, что доверяет ему и присоединится к нему. Сцена меняется, когда носитель терпит поражение. В здании Досуми спрашивает Фуда, почему он вдруг смеется, на что тот отвечает, что увидел нового человека. Я всегда на ее стороне, и иногда она может быть удивительно негативной. Досуми разозлилась и сказала, что до сих пор не простила его за то, что он пошел на то свидание после школы. Фидо был сбит с толку и спросил, не было ли это хорошим поступком. И Цуми сказал, что это было сделано только для того, чтобы пообещать ей, что он пригласит ее на свидание после школы, наденет форму и все такое, и тогда она простит его. За это Фудо обещает ей, когда они держатся за руки. Хару, сидящая рядом с ними, говорит им, что все кончено, и они оба удивляются и потеют, когда выясняются их отношения. Когда Фудо и Хару уходят, Фудо думает, что она ничего не сказала, и возможно ли, что она их не раскусила. Когда он спрашивает, сколько разговоров она слышала, она говорит, что после того, как услышала, что Фудо попросил ее не использовать приемы, что она практиковала это недавно или это местонахождение. Фудо начинает понимать, что она все слышала и все кончено. Он представляет, как профессор Джилата и его коллеги отреагируют на это. Ему становится страшно, когда он очнется ото сна. На следующий день в штаб-квартире Джилата Фудо боится входить в зал заседаний. Сзади Хару говорит ему, что им нужно присутствовать на собрании. И на собрании говорится, что Хару начнет собрание, что сильно шокирует Фудо. Хару удивляет Фудо новостью о предстоящих тестах в конце семестра, что заставляет их уйти пораньше. Фудо находит, что Хару ведет себя странно и не может понять причину. В парке Фудо доверяется Туми и оба озадачены поведением Хару. Туми подумывает заставить Хару замолчать, чтобы прекратить пытки, но Фудо убеждает ее подождать еще немного. В суматохе Дасуми просит у Фудо ванильный мокко и тот отправляется за ним. Затем Дасуми сталкивается с Хару, которая раскрывает свое желание драться и подтверждает свои чувства к Фудо. Дасуми побеждает Хару в битве, ставя под сомнение ее отчаяние. После пробуждения Хару остается неподвижной по предложению Дасуми. Признавая свое поражение, Хару восхваляет силу Дасуми. Дасуми интересуется мотивами Хару, что приводит к открытию, что Хару присоединилась к команде из-за своей любви к Фудо. Подозревая, что у Фудо есть девушка, Хару никак не ожидала, что это будет вражеский командир. Дасуми задается вопросом, не затаила ли Хару обиду, но Хару разъясняет их общую историю, вспоминая прошлую поддержку Дасуми. Однако, увидев силу Дасуми, она отказалась от этого плана, поняв, что не имеет права мешать их счастью. Слезы текут ручьем, когда Хару выражает сожаление, а Дасуми утешает ее. Приходит Фудо, не подозревающий об эмоциональном потрясении, и Дасуми объясняет, что Хару спит. Выражение лица Фудо меняется, когда он размышляет о возможности того, что Хару могла заставить ее замолчать навсегда. В штаб-квартире Гэкоу, как и просил босс, руководители взяли себя в руки. Затем он представил ежемесячные отчеты серии «Принцесс», в которых оценивались результаты боевых действий, накопление негативной энергии, энтузиазм и общая таблица лидеров. Команда Медведя снова лидировала в общей таблице лидеров, продолжая свою серию отрывов от второго места финишер. Принцесса Жнецов была агрессивна в предложении планов и поддерживала идеальный рекорд посещаемости боев. Она действительно была образцом для подражания злу, избив Реджелата до полусмерти на днях, что также принесло ей значительные очки. Во знаменовании ее достижений Жнец получила куклу Супер Бослер. Принцесса Зверей, схватив Досуми, бросила ей вызов уладить их разногласия раз и навсегда, на что Досуми согласилась, предложив все для противостояния. Видя незаинтересованность Думи, принцесса Зверей уходит. В кафетерии во время обеда Думи подслушала разговор принцессы Зверей, которая выразила свою решимость в следующий раз занять первое место. Думи почувствовал недовольство принцессы Зверей, которая терпеть не могла проигрывать и страдала от резких перепадов настроения. Стальная принцесса казалась неконкурентоспособной и жила в своем маленьком мерке. Думи узнал, что стальная принцесса влюбилась в кого-то, из-за чего принцесса Зверей посоветовала не заводить романы на рабочем месте. Несмотря на то, что она знала, что это неправильно, стальная принцесса не смогла сдержать своих чувств. Досуми вмешался, выразив понимание и поддержку стальной принцессе. Принцесса Зверей предположила, что романтические отношения на рабочем месте строго запрещены. Стальная принцесса призналась им в своих чувствах коллеги. Суми подтолкнула ее к признанию и предложила поддержку. Стальная принцесса согласилась рассказать человеку о своих чувствах, несмотря на то, что чувствовала себя некрасивой и непривлекательной. Досуми заверила ее, что поможет ей обрести уверенность в себе. Сцена перешла к физическим упражнениям, но Стальная Принцесса, чувствуя себя никчемной, решила отказаться от любви. Принцесса Зверей раскритиковала Досуми за то, что он заставил Стальную Принцессу чувствовать себя еще хуже. В штаб-квартире Гэкоу Досуми и Принцесса Зверей вошли в гримерку Стальной Принцессы. Принцесса Зверей заметила, что Стальная Принцесса находится в своем железном лабиринте и отказывается сдвинуться с места. Досуми попыталась приблизиться к ней, но автоматическая стальная защитная система ранила ее. Несмотря на трудности, Досуми продолжала приближаться, протягивая к ней руку. Стальная принцесса плача призналась, что не сдалась и хочет признаться в своих чувствах любви. Когда она сняла свои доспехи и поблагодарила их за то, что они предали ей мужество, наступил извращенный момент. Стальная принцесса призналась в любви к каверианскому медведю. Шокирующая принцесса зверей и каверианский медведь приняли ее признание. Досуми сказала, что она очень рада за нее. Через несколько дней ситуация изменилась. Медведь попросил командира змеи и дал ей съесть блюдо, за что тот поблагодарил его. Медведь сказал, что хочет попросить его об одолжении одолжить принцессу воровку. Командир сказал, что это ненадолго, но она была довольно глупой, за что он разозлился и сказал, что все было совсем не так. Сцена изменилась, когда калаверийский медведь с стальной принцессой напали на Джелата 5 и им пришлось нелегко. Он спросил, что там делает стальная принцесса и у них не было другого выбора, кроме как отозвать Ред Джелата обратно. Синее Джелата подошло к красному. Хару предупредил его, чтобы он не подходил ближе, пригрозив избить его, если он будет упорствовать. Голубое мороженое отступило, и Хару дала понять Фуда и Досуми, что ее миссия прошла успешно, прежде чем уйти. Досуми принесла обед, за что Фуда поблагодарила свою мать за то, что она привела его в этот мир в ту же эпоху, что и Досуми, что сильно смутило ее. Досуми взяла обед из рук Фуда, сказав, что когда пары едят вместе, они должны кормить друг друга. Фуда сказал, что он слышал это и поблагодарил Бога за то, что он создал этот мир. Досуми сказала, что она почувствовала, что они вот-вот перейдут на следующий этап, когда она сделала глубокий вдох и попыталась накормить его. Фуда почувствовал сильную боль в животе, когда упал, и Досуми спросила, из-за чего это, на что он ответил, что у него болит живот. Но он указал на свой рот, прося ее дать ему еду, сказав, что он должен дать еду, так как это может быть его последний вздох, когда он теряет сознание. Сцена переместилась в больницу, где Мисаки рассуждала об аппендиците у Фидо, а профессор извинился за непреднамеренные последствия своей просьбы и посоветовал Фидо отдохнуть. Когда Нишики попытался накормить Фидо яблоком, он вспомнил, что Досуми должно быть была первой женщиной, которая кормила его, и закрыл глаза. Рот. Осознав это, Хару проглотила яблоко, подав знак Фидо, за что он ее очень поблагодарил. Через некоторое время, когда Фидо почувствовала, что кто-то ее чем-то кормит, он начал плохо себя вести с Цуми, но понял, что это была ее мама. Когда она ушла играть в волейбол со своими соседскими друзьями, Фидо достал из-под одеяла свою гантель, а Досуми сзади сказал ему, чтобы он ничего не делал, так как это у него бы лопнули швы. Она сказала, что слышала, что завтра ему разрешат выйти на улицу, но она хотела повидаться с ним, пока находится в этой необычной ситуации. И спросила, чувствует ли он себя намного лучше. Фидо сказал, что он никогда не умрет, пока она его не покормит, и Досуми смущен. Она говорит ему, что он такой глупый и прыгает на кровати, пытаясь его накормить. Когда Фидо медленно ел еду, он чувствовал себя приятно счастливым, и когда они держались за руки и придвигались ближе друг к другу, внезапно перед ними появилась его мать. Когда Фидо и Досуми приятно проводили время друг с другом и собирались разделить этот чудесный момент, в дом вошла их мать. Оставив Фидо в замешательстве, она взяла Думи с собой поиграть в бейсбол, так как не хватало игроков. Когда участники Джилата подрались с участниками Гэкоу. На вершине утеса Думи и Фуда отлично провели время вместе. Думи упомянул, что было жарко, и предположил, что летом им есть чем заняться. Фуда спросила, не хотела бы она чем-нибудь заняться вдвоем, на что Думи ответил, что это отличная идея. И она порылась в интернете. Просматривая список поездок, она подумала, что это должен быть пляж. Фидо смутился, подумав, может ли он увидеть Досуми в купальнике. Сцена переместилась в штаб-квартиру Гекконов в кафетерии. Принцесса зверей почувствовала ауру Досуми и похвалила ее, сказав, что она была ее соперницей. Но, к ее удивлению, это был набор макарон, и она была в полном недоумении. Она спросила, неужели Досуми не знает, что ей нужно поддерживать свой имидж. Она была единственным человеком в округе, обладавшим такой свирепостью, которую она уважала. А теперь посмотри, как она ест макароны с глупым выражением на лице. И почему она захотела присоединиться к Геккоу на первом месте. На что она ответила, что нет, это сделала ее семья. Как и просила принцесса зверей, но этот вступительный экзамен не из легких, и как черт возьми, она его сдала. Она сказала, что старалась изо всех сил. Когда Досуми спросил ее, не подумала ли она, что пляж был бы отличным местом для их следующего нападения. Тем временем было объявлено, что все командиры отрядов и участницы серии принцессы должны немедленно явиться в конференц-зал. Принцесса-чудовище сказала, что для них было необычно уведомлять их об этом в такое время, когда она двигалась своим путем. Но Досуми все еще когда ее вытащили. Когда они добрались до зала собраний, выяснилось, что Геккон тайного общества это бескомпромиссный наследственный клан, и его шестью эскадрильями руководят шесть сильнейших монстров. А принцессы серии служат под ними в качестве наших подчиненных лидеров. Лидер собрал команду и рассказал о цели встречи, создании нового монстра. Принцесса-жнец была выбрана для продвижения по службе, она превратилась из принцессы в монстра с помощью хирургического вмешательства и слияния с животным для увеличения силы. Злобная принцесса-зверь выразила сожаление о том, что ее не заметили, и Досуми попыталась убедить лидера пересмотреть свое решение. Монстр-змея и медведь поздравили принцессу-жнеца с вступлением в новое царство. Туми, наблюдая за монстром-кроликом, задумался о том, чтобы стать таким же милым монстром, как она. Бослер, намереваясь соединить Досуми с горной гориллой, описал это как чудесную химию двух совершенных тел. В своей комнате Досуми размышляла о возможном превращении в огромного монстра, понимая, что это внесет существенные изменения в ее жизнь. Ей позвонил отец и поздравил с повышением по службе. Разрываясь между восторгом своих товарищей по команде Гэкоу и семьи и своими опасениями, Досуми поинтересовалась мнением Фидо. После звонка Фидо Досуми поделилась своими опасениями по поводу превращения в гориллу. Фидо успокоила ее, подчеркнув важность ее желаний. Поразмыслив над своими стремлениями, Досуми решила не становиться гориллой, выразив благодарность за свой новый опыт и обратившись за поддержкой к Фудо. Внимание переключается на штаб-квартиру Гэкоу, где Босслер сердито спрашивает, действительно ли принцесса зверей отказывается от операции. Принцесса зверей отвечает недоверчиво. Несмотря на первоначальный гнев Босслера, он неожиданно хвалит ее, высоко оценивая ее преданность борьбе с помощью ее врожденных способностей. Он рассматривает принятие животной силы как признак слабости, что заставляет других командиров выражать недоверие. Командир одобряет ее решение и распускает собрание, побуждая Туми сообщить об этом Фидо. Сцена переносится на пляж, где Туми говорит о прекрасной погоде. Однако медведь подвергает сомнению ее действия, подчеркивая, что их присутствие здесь не для отдыха. По иронии судьбы, он появляется в праздничной одежде, ставя под сомнение точность полученных ими чаевых. Досуми вспоминает информацию Фидо о тест-драйве робота Кинг Джилата на пляже Синен. Несмотря на их миссию исследовать и уничтожить робота-героя, Досуми и Фидо хотят получить шанс на свидание. Внезапно появляется робот-король мороженого, который запускает ракеты в Каверианского медведя и командиров. Принцесса зверей понимает, что мороженое предвидело их диверсию. Мисуки и подводная лодка наслаждаются прогулками на свежем воздухе, в то время как Хару напоминает им о долге. Когда Фидо приближается и принцесса зверей спрашивает о планах Досуми, Досуми в купальнике удивляет Фидо. Он очарован ею, и они решают провести свидание на пляже своей мечты, держась за руки. Принцесса зверей Кики Маджима наблюдает за впечатляющим исполнением плана Досуми, признавая ее способности. Она размышляет об их различных подходах к оценке рисков и надеется завоевать уважение по завершении миссии. Однако ее уважение на мгновение сменяется замешательством и непониманием, когда она видит Фидо, зарытого в песок, думая, что Досуми мучает его. Маджима, ставшая свидетелем игривого взаимодействия Досуми и Фидо с арбузом, неверно истолковывает ситуацию, полагая, что Досуми разбил Фидо голову. Ее замешательство продолжается, когда к ней подходит Хайта с голубым мороженым и пытается заигрывать с ней. Маджима, не впечатлившись, дает ему пощечину, интерпретируя эту сцену как свидетельство того, что Досуми проник в их ряды. Вечером Мисаки задает вопросы об отношениях Досуми и Фудо, воспринимая их как пару. У Фидо и Досуми неоднозначная реакция, и Мисаки находит это милым. Дага угощает их лапшой, а профессор Джилата удивляет всех фейерверком. Хару выражает восхищение красотой фейерверка, а Мисаки благодарит Досуми за позитивные изменения в Фидо. Фидо и Досуми наслаждаются зрелищем, а Досуми высоко оценивает Фидо. Когда профессор Джилата готовится к финальному шоу, он случайно нажимает не на ту кнопку, в результате чего подводная лодка взрывается. Маджима, неправильно понимая ситуацию, считает, что причиной разрушения стал Думи. Когда Думи приближается к ней, Маджима думает, что Думи равнодушен к Хаасу, в то время как Досуми ценит чудесный фейерверк и то, что происходит вокруг. Весело им было в тот день, в штаб-квартире Джилата, где Диаго готовит ужин. Тем временем заходит Мисаки и спрашивает Хару, закончила ли она, на что она отвечает, что закончила. Она спрашивает Диаго, здесь ли он еще, на что он отвечает утвердительно, так как Фудо работает в ночную смену, и он решает приготовить ему немного еды. Мисаки делает ему комплимент, говоря, что он достоин похвалы, как и все остальные. Помимо поиска новых героев для команды, он должно быть очень занят, на что он отвечает, что это не проблема. Мисаки спрашивает его, не хочет ли он найти его в качестве спутника жизни, на что Диаго отвечает, что это безразлично, поскольку он игнорирует ее. Мисаки говорит, что это заставляет ее плакать, когда Диаго уходит, говоря, что отношения на рабочем месте запрещены. Хару говорит, что Диаго совершенно невозмутим, так как он спокоен по натуре и уравновешен в бою. Он никогда не теряет самообладание, в отличие от нее, на что Мисаки соглашается, поскольку с физической точки зрения Диаго опора их организации. Даго приносит Фидо ужин, и они заводят разговоры о дневнике Фидо, в котором он рассказывает о девушке по имени Досуми, с которой Фидо познакомился на пляже. Однако Даго реагирует драматично, падает в обморок при упоминании имени Досуми Магахары и заявляет, что она опасна. В лазарете Фидо дает Даго воды и узнает, что Досуми – это тот, кого создал Даго. Заинтригованный, Фидо расспрашивает об их общей истории, в результате чего Даго рассказывает леденящую душу историю десятилетней давности. В средней школе Даго опытный ученик карате считал себя лучшим, пока не появился Досуми – семилетний мальчик с огромной силой. Поначалу, посчитав это удачей, Даго согласился тренировать ее. Однако с течением времени сила Досуми росла, превосходя даже Даго. На нее напали бандиты, но она без особых усилий победила их, заработав титул жнеца Воя Фуки. Даго рассказывает, что из-за семейных обстоятельств ему пришлось переехать в Токио. Но перед отъездом он встретился с Досуми для последней тренировки. Несмотря на его намерение победить созданного им монстра, Досуми без особых усилий победил его. Она попрощалась с ним, выразив надежду на дальнейшую практику. В настоящем Даго признает пугающие воспоминания, которые он бессознательно запечатал. Он не может поверить, что Досуми находится в Токио. Фуда согласен с опасениями Даго по поводу признания Досуми и ее огромной силы. Даго, ответственный за личную разведку в героической организации, настаивает на том, чтобы Федор осталась с Досуми из-за правил на рабочем месте. Он планирует сделать Досуми скаутом в их команде, подчеркивая стремление ее таланта к миру во всем мире. Федор, испытывающий противоречивые чувства и ужас при мысли о том, чтобы обсуждать Досуми, размышляет о потенциальных проблемах, которые ждут его впереди. Сцена переносится в ресторан, где Фуда официально представляет Досуми Диаги. Досуми выражает удивление, узнав, что Диага состоит в Джилата Файф и осознавая, что он сменил фамилию. Диага, охваченный страхом, проливает чай, пытаясь поднять свою чашку. Досуми вспоминает о днях их тренировок и предлагает сходить в бар, чтобы снять напряжение. Однако испуганный Диага благодарит Фуда за вмешательство и выражает беспокойство по поводу травмирующих воспоминаний. Пока Досуми идет в бар, Фуда расспрашивает Диагу о свиданиях. Диага, опасаясь Досуми, настаивает, чтобы Федор порвал с ней если она его принуждает. Фидор защищает свою любовь к Досуми, что приводит к ее смущенной реакции. Пытаясь обсудить бизнес Джилата, Диага приглашает Досуми присоединиться к Джилата, подчеркивая необходимость использования ее силы для достижения справедливости. Досуми отказывается, ссылаясь на свое счастье в Гэкоу и потенциальное кармическое возмездие, если бы она была хоть немного счастливее. Фидор пытается увести разговор в сторону, напоминая о том, как Досуми пыталась скрыть свою личность, когда ходила в школу. Общение становится игривым. Фидор кормит Досуми и шутит по поводу непрямых поцелуев. Диага, полной решимости преодолеть свою травму, вызывает Туми на бой. Когда они направляются в сад, Фидор спрашивает, почему он хочет сразиться с Досуми, на что Диага говорит, чтобы он замолчал, и спросил Туми, хочет ли она победить его в этом поединке. Он сдастся о том, чтобы разыскать ее. Туми говорит, что она ни за что не сможет победить его, а Диага говорит, что если он победит, она откажется от своих отношений с Фуду и присоединится к Джилата из пяти. Диага говорит, что из-за того, что отношения на рабочем месте запрещены, она должна порвать с ним. Услышав это, Досуми становится жесткой и спрашивает, почему он не рассказал ей об этом правиле раньше. И если это именно то, что он ей говорит, то это та битва, которую она не может позволить себе проиграть. Внезапно Диага Тодороки активирует трансформацию своего костюма, и в результате он едва спасает свою жизнь. Когда Федо подходит к нему, чтобы узнать, все ли с ним в порядке, Досуми говорит, что она легко отделалась. Диага думает, что даже после того, как он трансформировался, она все еще думает так же. Фуду говорит, что хотел остановить ее, но был очарован ее прекрасными движениями. Диага думает, что это за пара в мире и насколько это ужасно. Диага говорит, что это воссоединение со своей ученицей после стольких лет, и он хочет подарить ей победу. Когда он думает о том, кому в этом мире он все это говорит, он встает и говорит, что они объявят это его поражением, но просит Суми пообещать ему только одно. Существует множество сил, которые ищут таких же, как она, и если она присоединится к одной из них, смотри, чтобы это был не геккон. Услышав это, Федо и Досуми остолбенели. Когда Досуми пробирается к ним, она говорит Федо, что вся его организация просто считает их парой, на что Федо соглашается, поскольку Мисаки распространяет слухи повсюду. Туми говорит, что в последнее время они чувствуют себя слишком комфортно, и возможно им нужно восстановить некоторые барьеры, отказаться от карманных компьютеров и так далее. Федо говорит, что она права, и Досуми улыбается. Она говорит, что он кажется немного расстроен из-за этого, из-за чего Федо смущается и говорит, что он говорит серьезно. Но к его удивлению, Досуми обнимает его, когда Федо спрашивает, что она делает, на что Досуми отвечает. Что, например, если бы она когда-нибудь пыталась сделать что-то подобное, так что не бойтесь оттолкнуть ее, когда они продолжат свой путь. Но кто-то фотографирует их сзади, и этот человек улыбается. Сцена начинается с того, что Федо в штаб-квартире Джилата приветствует своих товарищей по команде. Хару замечает, что прошло много времени, и когда Мисаки вручает ему конверт, она отмечает, что не спала всю ночь, и кажется у нее большие мешки под глазами. Когда Федо изучает документ, он потрясен, увидев его. Мисаки сомневается в его потрясенном выражении лица, спрашивая, не видел ли он призрака. Увидев плакат, Фудо понимает, что у них проблема. Это его фотография украдкой, где он запечатлен с Туми. Он думает, что у них проблемы. В школе, где учится Туми, ее друзья хвалят ее за то, что она сделала красивую коробку для ланча. Незнакомая девочка откусывает кусочек от коробки для ланча, извиняясь и упоминая о своем скользком рту. Потрясенная Туми упоминает, что она уже привыкла к этому. Девочка обращается к нам, если у кого-то возникают проблемы с этим. Внезапно входит Киджима, спрашивает, есть ли какие-то проблемы, и предлагает помощь. Друзья Досуми кричат, когда прибывают дисциплинарные офицеры. По приказу Гека, принцессы учатся в одной школе. Киджима спрашивает, почему Досуми не может постоять за себя, но она говорит, что это просто рисовые шарики, ничего особенного. Кёка ест рисовые шарики, приводя Киджиму в бешенство. Киджима обращается к странной девочке как к Худжо, отмечая нарушения в длине ее юбки, ногтях, серьгах и многом другом. Она просит ее прийти позже в консультационный кабинет. Худжо отвергает это предложение, предполагая, что парни должно быть изголодались по романтическому вниманию. Киджима злится, а Огромин утверждает, что она получает все, что хочет, будь то рисовые шарики или что-то еще. Но шепчет на ухо Досуми, упоминая ее секрет, но отказываясь делиться им и уходит. Хиджима говорит о том, что нужно хранить секреты, а Досуми говорит, что у каждого есть один или два. Ночью в парк приходит Фуда, которого побудило сообщение на плакате. Он встречает кого-то в черной одежде, которая кажется огромной. Она признается, что сделала этот снимок и намекает на свои планы. Огромин угрожает опубликовать фотографию. Фуда, обеспокоенный тем, что может причинить ей неприятности, неохотно соглашается. Огромин называет его жутким человечком и требует подчинения, предупреждая его порвать со своей девушкой. Фуда отрицает предложение расстаться, а Огромин хватает его за щеку, настаивая, что у него нет выбора. Она записывает их разговор и просит его сказать, что он любит ее. Фидо отказывается, что приводит к удару со стороны Худжо. Она угрожает позвонить в таблоиды и Фидо сомневается в ее мотивах. Худжо требует поцеловать ей руку в качестве доказательства их отношений хозяина и рабыни. Фидо колеблется, но в конце концов соглашается. Худжо дает ему пощечину, называя это унизительным, и предупреждает о более неприятных вещах, если он не подчинится в будущем. Сцена переходит к драке Джилата и Геккона, и Фудо сообщает Суми о том, что произошло. Она спрашивает, кто она такая на самом деле, но это детали, чтобы встретиться с ней снова сегодня вечером, как указано на том таинственном плакате. Говоря это, она предполагает, что им, возможно, придется заставить ее замолчать навсегда. Фидо вмешивается, убеждая ее не идти по этому пути, и делится мыслями о том, чего она, возможно, хочет от него. Когда Досуми просит уточнить, чего именно она пытается добиться, Фудо говорит, что она требует, чтобы он признался, что любит ее, на что Досуми приходит в ярость и наносит удар. Немецкий суплекс к Фудо. Затем она спрашивает, не он ли это сделал, потому что Фидо отрицает это, так как у него сломан позвоночник. Досуми спрашивает, просила ли она его о чем-нибудь, чтобы он сказал, что любит ее, и даже просит его порвать с ней. Досуми опечалился и спросил, думает ли она, что влюблена, и не в Фидо ли это. Фидо понимает, что она действительно влюблена в него. Фидо держит ее за руку и признает, что все в порядке, думая, что беспокоится ни о чем. Фидо понимает, что ему нужно все ей объяснить. Сцена переносится в ночное время, где Худжо рассказывает, что Фидо приходила. Фидо извиняется, выражая свое понимание ее чувств и то, как он их ценит. Он признает, что ему стыдно, и заверяет ее, что не может отвергнуть ее чувства. Худжо, не веря своим глазам, дает ему пощечину, крича, что она влюблена в Туми. Она сомневается, что сказала это вслух, упоминая слухи о своей скучной жизни. Туми сделал ей комплимент, показав, что влюблен в нее. Хьюго извиняется, признавая ее недостойные чувства. Фудо успокаивает ее, говоря, что извиняться не за что, и он ценит ее хороший вкус. Хьюго улыбается, называя его странным, но продолжает не спать всю ночь, показывая, что они по-прежнему соперники. Хьюго признает, что она беспокойная, эгоцентричная и немного дерзкая, но у них есть тайная связь, о которой не знает даже Досуми. Предупреждая Фудо быть осторожным, она намекает на то, что собирается украсть Досуми. Действие переносится в штаб-квартиру Гэкоу, где проходят совещания. Киоко упоминает, что ранние пташки переезжают в холл, и в переулке они сталкиваются со странным монстром по имени Хит, который оказывается переодетым Худжо. Сцена меняется. В пещере Досуми и Фудо прекрасно проводят время. Входит пару, интересуясь планами Геккона, и Досуми сообщает, что неофициально Бослер сама присутствовать не будет, так что атаки отменяются. Хару просит Фудо помочь в учебе, и Досуми, сомневаясь в академических способностях Фудо, соглашается. На следующий день, когда его направили в апартаменты Moon Village, Хару был шокирован, но Досуми предложил им переодеться в форму Геккона. Легко пройдя мимо, они добрались до комнаты Досуми. Во время учебы Досуми роняет письмо, в котором показывает свой впечатляющий табель успеваемости. Извиняясь за ложь, она признает свои академические успехи, и вместе они решают помочь Хару в учебе. Однако противоречивые методы преподавания сбивают Хару с толку, заставляя ее уйти. Фудо и Досуми, оставшись наедине, нервничают в обществе друг друга. Фудо замечает, что Досуми ведет себя странно и спрашивает, в чем дело. Она делится своими мыслями по поводу вопроса Хару, спрашивая, планирует ли Фудо поступать в университет. Фудо соглашается, выражая желание стать учителем начальной школы. Туми рассказывает о своей мечте поступить в тот же университет и сидеть рядом с ним. Обеспокоенная ожиданиями своего отца от нее в Гэкоу, Фидо обещает поговорить с ним. Досуми надеется, что они смогут посещать занятия вместе, и Фидо подбадривает ее. Когда звенит звонок, Досуми видит своего отца и сестру, и Фидо начинает беспокоиться о том, что будет дальше. Сцена начинается с того, что Ями, младшая сестра Досуми, входит в дом вместе со своим отцом. Поскольку отец Досуми проводит время с Фидо, атмосфера становится угрожающей. Отец Досуми приветствует его по традиции Геккона, но Фидо совершенно ничего не понимает и понимает, что они должны приветствовать друг друга. Когда отец Досуми спрашивает его имя, он представляется как Муда, на что отец Досуми спрашивает, что обычный пехотинец Геккон делает в ее дочери комната принцессы Жнеца. Досуми оправдывается тем, что он помогал ей с учебой, так как у нее экзамен. Отец Досуми кричит, спрашивая, зачем нужно изучать великого солдата Геккона, ведь все, что им нужно, это злое сердце и стремление к мировому господству. Он кричит, чтобы мы заглянули в эту комнату и повесили флаг Геккона. Досуми видит, что он портит временный стиль и срывает его. Отец Досуми натыкается на куклу Бослера и пребывает в полном шоке. Говоря, что легендарная кукла Бослера, о которой он так отчаянно мечтал, когда еще был в действии, просто лежит вон там. Туми упоминал, что здесь их некуда было девать. Отец Досуми склоняется перед куклой, говоря, что он просит у них прощения. Затем отец Досуми рассказывает, что слышал о повышении монстра и всю свою жизнь был солдатом Гекконом низкого уровня. Он не мог передать словами, как он был горд, когда услышал о повышении своей дочери и о том, что творилось у нее в голове. Отказываясь от этого, Фуда говорит, что если он не возражает, он хотел бы прервать ее, и Туми приняла это решение только после долгих размышлений. И Ами, сестра Туми, подходит сзади и срывает полумаску с Фуда, говоря, что ему следует держаться подальше от их дел и называешь его человеком со стороны. Досуми беспокоится и спрашивает, все ли с ним в порядке. Фуда говорит, что она полна устрашающего потенциала, как и подобает ее сестре. Досуми говорит, что она ценит твои чувства, но ему действительно не следует так отзываться о ее жизни. Ями чувствует то же самое, потому что она влюблена в свою сестру. Отец Досуми говорит, что они должны избавиться от Глида Файв как можно скорее и просит Туми бросить учебу. Через год она закончит среднюю школу, и они смогут полностью сосредоточиться на Геконе. Фидо помнит о давнем желании Цуми, кланяется и спрашивает, может ли он обратиться с просьбой. Досуми хочет поступить в колледж и умоляет разрешить ему это. После короткой паузы Ями встает между ними и говорит, что сестра, которую она знала, не была такой беззаботной, как сейчас, и что она должна быть самым сильным и безжалостным человеком. Она пытается ударить его, но ее останавливает Досуми. Ями говорит, что она должна это сделать. Досуми сердито приказывает ей прекратить это, и Ями плачет и уходит прятаться в шкаф. Когда Фудо пытается убедить отца Туми, тот отвечает, что это семейное дело и ему лучше держаться подальше. Но увидев решительные глаза Фудо, он убеждает их, что они должны бороться до конца. Когда отец Туми бежит к нему, но его отбрасывает назад, Фудо говорит, что он ничего не сделал. Отец Туми говорит, что это искусство побеждать и как эффектно можно проиграть бой. Он провел годы в этой организации, работая над совершенствованием своего мастерства, и он не думает, что Фидо может понять, как он гордится этим. Приходит Фидо и говорит, что он это понимает, поскольку нет никакого мастерства в том, чтобы победить нынешнее поколение солдат-гекконов. Отец Досуми хвалит целеустремленность Фидо и видит в нем перспективу. Принимая душ, он откладывает разговор с Досуми об университете, доставляя ей радость. Досуми выражает благодарность Фидо, которая утверждает, что справляться с подобными ситуациями легко, если это означает, что они могут учиться в университете вместе. Позже, когда отец Досуми уходит, она признает участие Фидо в их сложной ситуации. Фидо уверяет ее, что совместное преодоление трудностей того стоит. Досуми доволен, делает комплименты Фидо и благодарит его за все. Ями, наблюдающий за происходящим из окна, по-прежнему недоволен присутствием Фидо. В воспоминаниях Ями вспоминает, как над ней издевались в старшей школе и как она получала поддержку от Досуми, который поощрял ее становиться сильнее. В настоящем Ями сопровождает Досуми в поездке на поезде, где Досуми увлечен беседой с Фидо, пока они идут через лес к штаб-квартире Гекона. В штаб-квартире Гекона солдаты отдают дань уважения принцессе Жнецов. Досуми сомневается в формальном обращении, и солдаты отмечают ее возросшую свирепость. Ями задается вопросом, всегда ли Досуми так ведет себя перед подчиненными. В зале заседаний Бослер хвалит Ями, а другие принцессы выражают свое одобрение. Ями проявляет уважение к Досуми. Досуми просит у Ями попкорн, упоминает о новом магазине, который она хочет попробовать, и уходит. Ями извиняется за поведение своей сестры и бежит за ней. Досуми водит Ями по разным магазинам, стараясь, чтобы она выглядела мило. Ями чувствует разочарование, вспоминая свои прошлые трудности и восхищение семьи Досуми. Ями пытается уйти, говоря, что сестры, на которую она равнялась, больше нет, и она выглядит как полная слабачка. Ями чувствует разочарование и уходит. Когда Ями сидит одна, она вспоминает, как над ней издевались в старшей школе, и она закрывается в своей комнате. Ее семья часто смотрела, как Туми сражается с Джилата Файв, и ее отец говорил, как он гордится Досуми. Ями размышляет о том, как изменилась ее сестра после встречи с незнакомым мужчиной в городе. Трое головорезов подходят к Ями, пытаясь заставить ее. Ирами пытается использовать свою силу, но находится в шоке. Приходит Досуми и говорит Ями, что все в порядке и что она самая сильная, какой когда-либо была. Досуми противостоит бандитам, и они быстро терпят поражение. Досуми и Ями едят мороженое на скамейке, и Досуми советует Ями влюбиться, подчеркивая, что любовь – это то, что им нужно, чтобы выжить. Выживи. Ями комментирует, что раньше Досуми говорил иначе. Досуми гладит Ями по голове и говорит, что однажды она все поймет, на что Ями отвечает, что лучше бы ей этого не делать. На следующий день Ями улетает, думая, что ее сестра стала мягче, но это не так уж плохо. Как только она присоединится к Гекко, Мута будет первым, кого она вычистит, что закончится злобным смехом. Как пятерка Джилата сражалась с гекконами. На вершине утеса Досуми предложила афишу фестиваля в своей школе, сказав, что ее класс организует кафе для прислуги для девочек. В следующие выходные. Фуда как громом поразила, когда он подумал о том, чтобы увидеть Досуми в костюме горничной, и он упомянул, что отдал бы свою жизнь, чтобы присутствовать на фестивале. Досуми настоял, чтобы он пришел в воскресенье, в последний день фестиваля, так как в старшей школе Кокутей была легенда. В финале последнего школьного дня сотрудники сделали доступную скульптуру в форме полумесяца, известную как Луна Кокутей, всего на один час. Это было популярное место для фотографирования пар, где верили, что те, кто сфотографируется с ней, станут непобедимыми парами, связанными узами брака. Любовь навечно. Фуда нашел эту идею умной и считал их непобедимой парой, но он был бы не прочь получить немного сверхъестественной поддержки. Суми согласился, подчеркнув необходимость соблюдать осторожность во время многолюдного школьного фестиваля. Фуда признал, что это будет их самая трудная миссия на данный момент, поскольку они держались за руки и поклялись стать непобедимой парой. Сцена переместилась в переполненную школу, где проходили различные мероприятия. Фидо нес на плечах синего рейнджера Хаята, гипнотизируя девочек. Хаята представился, как жемчужина Джелата Файв в малиновом кирпиче Фидо. Друзья Досуми предложили пойти в кафе, но Хадзу вмешался, спросив о предполагаемом парне Туми. Несмотря на отрицание Туми, Хадзу предложил пойти вместе в Кокутеймун. Тем временем Фуда сообщил Досуми о своем задержке с прибытием. Ободренная своими друзьями, Досуми попыталась сбежать от Ханжу, который преследовал ее. В другом районе пара обсуждала полет на Луну, но вмешался Миджима, подчеркнув, что цель фестиваля – способствовать развитию духа сообщества, а не романтики. Кёка столкнулась с Киджимой, обвинив ее в ревности, что вызвало гнев Киджимы и его решимость уничтожить каждую пару. Внутри дома с привидениями Фидо поджидала Досуми и обнаружила, что она прячется под столом. Они разделили забавный момент, когда Фидо похвалила миловидность Досуми. Досуми, одетая в костюм горничной, подарила сладости из их классного кафе. Фидо выразил свой восторг и назвал себя самым удачливым мастером в истории. Несмотря на чувство вины за то, что она ушла из класса, Досуми решила дождаться школьного фестиваля. Внезапно вмешался Киджима, напав на них из-за незаконных отношений. Фуда и Досуми сбежали, разделившись. В три часа дня Досуми подумала, что ей удалось сбежать, но столкнулась с Худжо, который настаивал на том, чтобы они выполнили свое обещание посетить Луну Кокуте. Досуми объяснила, что она никогда не обещала этого таким образом. Тем временем Фуда оказался окружен поклонниками, а Хайто заявил, что обещал быть лошадью Фидо весь день, хотя Фидо отрицала, что давала такое обещание. Когда объявление о появлении Луны Кокуте возвестило о появлении Луны Кокуте, пары собрались, чтобы сфотографироваться. Досуми бросился к ней преследуемый Худжо. Досуми оценил атлетизм Худжо и обратился за помощью к принцессе Крови Кири, которая поколебалась, но согласилась на обещание сделать кукол Супер Бассела. Принцесса Крови, влюбленная в верховного правителя Бослера, соблазнилась этим предложением. Когда Досуми вылетела из окна, а Худжо погнался за Досуми, она подумала, что принцесса Крови непростой противник. На что Кира сказала, что ей следует задержаться и приятно поговорить с ней подольше. Она. Худжо нанес сильный удар ногой в ее сторону, но был заблокирован Кирой. Кира сказала, что она ужасно сильная, и Худжо подумал, что она тоже из серии Принцесс. Сцена изменилась, когда Досуми подумала, что у нее есть немного времени и увидела, как Хайто делает что-то странное с Фуда. Когда Фуда заметил Туми, Киджима был с Туми, которая попросила ее помочь разыскать пары. Досуми подумала, что она не осознавала, что это она была в доме с привидениями. И это было облегчением, за что она извинилась, сказав, что у нее мало планов. В связи с чем Киджима спросил, каковы они. Когда она спрашивала, она упомянула, что однажды ее заинтересовали романтические отношения. И не говори ей об этом. А есть ли у нее парень? Когда Киджима почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Она увидела, как Хайто пристально смотрит на нее, и он сказал, что они снова встретились. Хиджама убежала в то время, как Хайто преследовал ее, а вместе с ней и других девочек. Когда Досуми приблизилась к Фидо, они спрятались за парковкой. Фидо сказал, что у них заканчивается время. Но они все узнают их. И все участники сериала «Принцесса» окружают их со всех сторон. Объявлено, что до выхода Луны Кокутей осталось всего пять минут. И пока они, стиснув зубы, пытаются пробиться сквозь толпу и сесть там так, чтобы их никто не увидел, они смотрят на нас. Как сказал Фудо, у него закончились идеи. Когда они услышали, как Киоко говорит мальчику в костюме медведя, что она думает, что это он, а оригинал пропал. Досуми говорит, что они не могут от этого отказаться. У нее есть идея. Было объявлено, что они заберут еще одну пару, прежде чем закроют свой магазин. Фудо спросил, уверены ли они, что смогут это сделать, на что Досуми ответил, что нет ничего невозможного. Они встали и переадели свои платья. И когда ученики увидели костюм, они его похвалили. Видеть, как красное мороженое и принцесса Жнец ладят друг с другом – большая редкость. Когда они приблизились к Луне и сели на нее бок о бок, Федо сказал, что когда они работали вместе, не было ничего, чего бы они не смогли достичь. Туми сказал это потому, что они непобедимая пара. Возможно, тот день, когда они смогут смотреть друг на друга с высоко поднятой головой, не так уж и далек. Вот почему Фудо сказал, что так оно и есть. Действительно, Туми сказала, что до тех пор, пока этот день не настанет, она будет наслаждаться этим маленьким секретом, с чем Фудо согласился. Когда Киджима уничтожил Хаэта и все успокоилось, было объявлено, что они снимаются в фильме. А фотография, на которой изображены Фудо и Досуми, была сделана, когда они были счастливы. Так как рейнджерам Джелата пришлось нелегко, они столкнулись с командиром-кроликом, и их оружие и мечи были сломаны. Рейнджеров отбросило взрывной волной от принцессы правосудия. Сцена переместилась в штаб-квартиру Гэкоу, где Досуми сказала, что она просто думала, что принцесса правосудия всегда была одна, и так оно и было. Киджима сказал, что она была вечной одиночкой, которая выполняла свои миссии в тишине, и тут появился Геккон Идол. Тёйка сказала, что когда она сняла маску, у нее была довольно очаровательная внешность, за что Досуми сказала, что собирается поговорить с ней. Когда она подошла к ней и пригласила поужинать с ними, Ран-Ран сказала, что возможно это будет в другой раз. Досуми подумала об этом. Но командир беспилотного кролика сказал ей, что принцесса правосудия – член шестой эскадрильи, специализирующейся на тайных операциях. Была известна своей преданностью делу и отсутствием о межличностных связях. Висуми, пытаясь нарушить свою изоляцию, пригласила ее к себе домой, и сцена переместилась в комнату Досуми, где Киджима был удивлен, узнав об этом обмане. Думая, что это серьезная встреча, она разозлилась на Гекко за то, что та пришла в пижаме. Киджима думал, что настоящей целью Гекко было сблизиться с принцессой правосудия, которую она считала сильным воином. Все стало еще более неожиданным, когда появилась Фидо, оставив Туми в шоке и недоумении почему. Киджима саркастически прокомментировал то, что Ред Джилата собирается пропустить Соло. Туми почувствовал, что что-то не так, и сказал Киджиме остановиться, поняв, что это не Фуда. Когда Фуда приблизился, оказалось, что это принцесса правосудия, которая призналась, что удивила их, и спросила, видит ли Туми это насквозь. Туми заметил странные детали, такие как небезопасное снятие обуви Фуда и меньшие мышцы, усомнившись в перевоплощении. Киджима признал принцессу правосудия соперницей, которая сделала свою домашнюю работу. Настроение улучшилось, когда Досуми приготовила такая Ки, заслужив комплименты от Киджимы за его вкус. Киджима в шутку назвал это скорее дружеской встречей, в то время как Кайока пояснила, что целью было установление более тесных связей. Рассудительная принцесса, стесняющаяся выражать свои мысли, показала свою неуверенность в установлении дружеских отношений. Когда группа обсуждала темы, Досуми подчеркивала положительные аспекты влюбленности, вдохновляющие на личностный рост и радость. Принцесса суждений, заинтригованная, предположила, что Досуми возможно сама влюблена. Досуми избегала обсуждать личные вопросы, утверждая, что сейчас неподходящее время. В порыве игривости она подарила принцессе шарф в знак их дружбы. Когда ее спросили, были ли они друзьями, Досуми подтвердила это, упомянув, что она шила по шарфу для каждого. Киджима усомнился в ее мастерстве, и Кека объяснила, что Досуми была членом клуба рукоделия. Позже принцесса правосудия, изображая Фидо, поблагодарила Досуми за проведенный день, сказав, что она никогда не собиралась сближаться с ней, но ей было весело. Когда она уходила, удивленная и позабавленная Досуми подумала, что у нее чуть не случился сердечный приступ, в то время как судья со смехом вспоминала этот день. Сцена переместилась к утесу, где Досуми и Фудо наслаждались временем, проведенным вместе, и Досуми игриво спросил, действительно ли он был самим собой. Фудо, сбитый с толку, пошутил о том, что она пытается изменить его лицо, а Досуми в игривый момент притворился, что натягивает его на лицо. Ситуация приняла неожиданный оборот, когда Досуми попытался игриво испортить ее одежду, заставив Фудо усомниться в ее действиях. Смущенный, Досуми быстро извинился. Сцена переместилась в ледяные горы, где каверианский медведь приказал солдатам Геккон напасть на рейнджеров на горе Токао. В иглу Фудо и Досуми приятно провели время, расхваливая исключительный кофе. Фудо взволнованно поделился важной новостью, его книга под названием «Какое насекомое было бы самым сильным, если бы оно было гигантским, наконец-то выходит в свет». Досуми поздравила его, и Фудо пригласил ее на автограф-сессию на следующий день. На следующий день, несмотря на головокружение и слабость, Досуми настояла на том, чтобы присутствовать на автограф-сессии. В школе ее друзья заметили ее необычное состояние, и несмотря на их беспокойство, она настояла на том, чтобы пойти. В больнице Кира ухаживала за Досуми, заставляя ее чувствовать себя неловко, называя себя мамочкой и пытаясь накормить ее. Друзья Досуми, беспокоясь о ней, сообщили Кидзиме и Кека. Обеспокоенной безопасностью Досуми, Кидзима поспешил в лазарет. Киджима и Кека вошли внутрь, притворившись больными, но принцесса крови нажала кнопку, которая привела их в специальный кабинет. Ночью Фидо попыталась проникнуть в школу Досуми и нашла ее сумку в лазарете. Раздвинув занавески, он увидел Досуми в странном платье и спросил, почему она так спит. Досуми проснулась и уснула на коленях у Фидо, попросив его почитать книгу, и он согласился. Через некоторое время Досуми проснулась и спросила, почему она в таком наряде, и попыталась ударить Фидо подушкой. Она упомянула, что у нее был лихорадочный бред, и Фидо попыталась справиться с температурой, чем поставила ее в неловкое положение. Досуми спросила о подписании контракта, и Фидо сказала, что у них не было ни одного клиента, и чуть не расплакалась. Досуми предложила ей получить первый автограф, предложив книгу, и они жили счастливо. В штаб-квартире Геккона, где Бослер смеялся, заявляя, что скоро мир будет принадлежать Геккону, так как он приготовил огромного монстра. Затем сцена переместилась к Досуми и Фидо. Фидо похвалила вкусные маленькие гамбургеры Досуми, на что Досуми поправила, что это были макароны на заказ, и она приготовила их очень много. Так что их было еще много. Фидо упомянула, что, похоже, он собирается сниматься в другой рекламе, и Досуми спросила на бросках. Фидо рассказала, что это свадебная тематика, отчего Досуми стало грустно. Он объяснил, что это его обычная реклама, и Досуми прочитала, что реклама была посвящена их свадьбе и нынешней большой звезде Хаши Идзуми, которая упомянула, что Ред был ее любимым участником Джилата Файв. Досуми читает сцены из рекламы, где пара входит в часовню, смотрит друг на друга в присутствии священника и разрезает торт. Слоганом для их знаменательного дня было выбрать свадьбу в Кисимото. Досуми спросил Фидо, что это такое, и Фидо ответил, что это работа, на которую он не осмеливается согласиться. Досуми выразила свое неодобрение, и Фидо спросила, почему она расстроена, ведь это была всего лишь реклама. Хару объяснила, что Досуми была расстроена, потому что ей была невыносима мысль о том, что человек, которого она любила, будет резать торт совершенно незнакомым человеком. Чувствуя угрызение совести, Фудо решил исправить ситуацию и поклонился профессору Джилата в штаб-квартире Джилата, попросив снять его с рекламы. Профессор Джилата поинтересовался, почему он не может сняться в сцене разрезания торта. Фудо объяснил, что Кишин Мьютоу Вэдденс является важным спонсором, но он понял, что не может сделать Досуми несчастным. Он решил испечь свой торт и разрезать его вместе с Досуми до того, как будет снят рекламный ролик. Однако он с треском провалился и жег торт. Досуми все больше беспокоился из-за отсутствия сообщений от Фидо в течение двух дней. В штаб-квартире Гэко, Кедзима и Кека наблюдали, как солдаты ощущали тревожную Досуми. Расстроенная молчанием Фидо, Досуми дала выход своим чувствам, назвав его идиотом. В конференц-зале командиры представили абсолютного фантома – странное существо, подпитываемое человеческим негативом. Досуми, пропустив объявление, не обратил внимания на надвигающийся хаос. Выпущенный на волю абсолютный фантом посеял хаос в штаб-квартире Гэко, без особых усилий победив командиров эскадрильи и принцесс, пытавшихся остановить это. Он даже поглотил каверианского медведя и включил его пушки. Тем временем в штаб-квартире Джилата Фудо закончил готовить свой торт. Он взывает к Досуми, но она не обращает на это внимания. Когда режиссер дал сигнал к началу съемок в штаб-квартире Гэкоу, Досуми, думая, что Фудо будет резать торт вместе с Хаши, почувствовал, что им пренебрегают, и проигнорировал его звонок. Когда абсолютный призрак приблизился к городу, начался хаос, который огорчил Кедзиму и Кека. Фудо попытался связаться с Досуми, но она проигнорировала его, и началась стрельба. Во время съемок мысли Фудо были заняты Досуми, так как Хашимда заметил, что Фудо слишком сильно жимает нож. Когда абсолютный фантом пронзил крышу, целясь в Фудо, он усомнился в личности монстра. Фудо, осознав связь монстра с Гекконом, наблюдал за разрушениями, включая его испорченный торт, и потерял сознание. Товарищи по команде Фудо подбадривали его сражаться, переодеваясь в свои костюмы. Развернулась ожесточенная битва, но абсолютный фантом оказался грозным, и исход был неясен, поскольку герои боролись с его мощью и безжалостными атаками. Киджима с Кека прибыли на место происшествия, и было объявлено, что подкрепление Гека только что прибыло. Они столкнулись не только с разъяренным монстром, но и с принцессами, которые также присоединились к битве. Возможно, это самый серьезный кризис, с которым Джилата Файв когда-либо сталкивалась. Киоко сказала, что величайший фантом заплатит за это, когда она обрушила на него атаку железной тюрьмы, а Киджима сзади попытался вцепиться в него когтями. Но был сбит с ног великими фантомами. Он съел стальную принцессу, когда Киджима закричал и побежал к нему, но великий призрак объединил силы стальной принцессы, чтобы заключить ее в клетку. Великий призрак попытался съесть торт и вышел из-под контроля, когда его размер увеличился, а тем временем Досуми увидела уничтоженный торт, который приготовил для нее Фуда, чувствуя себя довольно неловко. Внезапный скачок напряжения сигнализировал Фуда о грозной природе монстра. Профессор Джилата признал необходимость использования самого совершенного оружия, комбинирующего меча в режиме Джилата Клей. Хотя это и было серьезным испытанием, у них не было альтернативы. План заключался в том, чтобы объединить все их оружие в режиме Джилата Клей. Стратегия, единогласно одобренная командой. Однако великий призрак взял всех участников в заложники, оставив Фуда явно раненого единственным, кто мог противостоять ему. Все удивлены, как неожиданно принцесса Жнец объединила свои силы с красным мороженым, отбросив их вечное соперничество ради общей цели. Цуми, признав свой прежний эгоизм, извинилась перед Фидо, опасаясь его обиды. Фидо заверил ее, что не питал к ней никаких дурных чувств, даже в сложных обстоятельствах. Когда великий призрак начал мощную атаку, Досуми и Фидо эффективно защитились от нее. Воодушевленные своими друзьями, они успешно пронзили Фантома по небу, сравнив это с разрезанием торта. Великий Фантом встретил свою гибель, освободив их захваченных товарищей по команде. Зрители были восхищены их выступлением, а медведи Киоко остались невредимыми. Сцена переходит в заволуном, где Фуда признается, что проиграл бы без поддержки Досуми, за что она смиренно благодарит его. И поскольку он испек для них торт, она с удовольствием съела бы следующий. Один из них – большой фантом небольшого размера, который прошел к ним, и Досуми сказал, что он слишком мал, чтобы причинить еще какой-либо вред. Удивительно, но он назвал их мама и папа, что очень смутило их обоих. Фуда сказал, что это похоже случай ошибочной идентификации, а Досуми сказал, честно говоря, какой глупый ребенок. Прибежал репортер и спросил, возникла ли между ними новая дружба после победы над гигантским монстром. Но Туми выбросил Фуда, в то время как репортер сообщил, что там вообще не было никакого взаимопонимания. В то время как Фуда сказал, что это не так уж плохо для принцессы-жнеца, Досуми сказала, что дружба невозможна, потому что она принцесса-жнец. Холодное и безжалостное воплощение дьявола и никогда не должна забывать об этом. Тем временем великий призрак позвал свою маму, когда Досуми подняла его и запрыгнула на...